это мы не успели отъехать от дома это возле меня я тихо бежать до сюда влево есть 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 да да там пришла там машина и все прошу пропустим похоже начинается интересно здравствуйте друзья сегодня у нас намечается очень интересный познавательный насыщенный день мы снова сергеем и едем харьков друзьям в обмену опыта значит вчера сергей выкладывал видео и там он оговорился что идет реконструкция восстановления и усовершенствования автожиром вот в данный момент есть вопросы и мы едем более детально узнать о наболевших проблемах в общем как-то так думать сервисную рассказку ну как наболевшие проблемы не наболевшие чтобы правильно устранить ошибки так как автожир я строил ну да где-то что ты видел где-то что-то читал где-то летал но это первое то что детище то что я пытаюсь построить было но там допущено по моим рассуждениям это были на то время не ошибки сейчас я уже вижу что его надо исправлять короче ребята строят тоже мы едем посмотреть обменяться опытом опытом вернее я какой опыт никто больше да но они еще и читают да у них все так являетесь идут они такая как попутно заедем на лоск заедем еще друзьям в общем кому интересно смотрим поехали территория авторынка ну здесь стоянка здесь сельхозтехника ну а там не видно за контейнерами в общем основная территория авторынка слева в общем друзья мы уже практически возле авиа института ребята нас там ждут сергей ушел что-то купить к чаю ну в общем двигаемся авиа института стоянка красавец она 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 Главная аллея. Это с левой стороны. Главный корпус. Да, это корпус самолета. МиГ-15. Да, МиГ-15. Это самолет, который был в испытаниях задействован. Туда территория так за день не обойти. Для чего? Это с этой стороны? И с той же стороны там какие-то подъемы? Нет, с той стороны там только общежития. Ага, общежития. Ага, добро. Сейчас сойдем в моторный корпус покажу вам. Это вот корпус 48. Здесь находится сверхзвуковая аэродинамическая труба. Вот так вот. В мире таких четыре, по-моему. Одна и христизна. И то она же как бы там что-то то ли полутрофейная немецкая. Ага. То есть в свое время был очень секретный. Институт? Это как бы на территории института находится институт еще один. Да. Это ИИП-ПФМ. Вот эти вот самолеты Су-27 и МиГ-29, вот их сначала сделали модели и испытывали. Продували. Ну и продували были как бы летные вот их. Ага. Все характеристики. А тут на территории где-то аэродромчик есть, да или нет? Ага. Там где людей поменьше. Ну пойдем. Тебя, тут две теля. Ух, ребята, вот это мы попали. Две теля. Я понимаю. Это, наверное, с той стороны. Ух, ребята, вот такая красота. Это все двигатели авиационные. Даже не знаю сколько цилиндров триадные. А у нас так зима. Вот это. Там давай. Это востало в виде всей. Счастье. Вот это звери. да раньше ребята здесь не то что снимать здесь даже никто нас не запустил есть на чем работать да здесь сколько да у них же направлю просто берется основного и электронное управление туда-сюда верхний суд ездит не только идет и модернизации всех приводов как он туда деталь загружает да и не так то просто поставить но если маленькая туда ну да то есть вот стоит 4 координата поворот на ось то есть ставится либо кулачковый патрон либо этой он может процессе либо просто на заданный угол поворачиваться либо в процессе можешь делать сразу фасонную поверхность то есть все рабочие короче я так понимаю ух юх пота вот это моторчик это турбина вращается даже это титан вот ребята технология это красава ребята здесь он разрезанный значит когда когда он пролетел над аэропортом такое впечатление ух ты живой а там перчатки а это с повышая на давление нагнетает а камера где сгорает керосин вот это в этой камере сгорает у него крутит вот это все идет ряды компрессор 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 вот это маленькая компрессор это несколько потом керосин сгорает его докручивая да потом уже потоком еще довод догоняет и продается она отсюда сжимается вот стоит форсунка и обратно вы видите такая бичайка с форсунками вот она выгорает и пошло на тур далее за счет находящего потока еще докручивать да капец здесь диаметр сколько три метра наверное да и диаметр на и даже больше чем три метра обалдеть да прошло я смотрю это он на каком самолете стоял где применяется ну это обалдеть этот стенд точно это 22 литра в секунду это шаматерсич передал после того как он побывал то ли во франции для буржи выставочные варианты то есть вот это шамат все подвижник вся платформа двигается то есть его чтоб сюда завести разбирали стену и вкатывали даже видно видишь кромочные подхазы ну точно так этот станок каким-либо образом сюда транспортировался тоже разбирался пролетов заводили ну это моторсич обеспечили во-первых не нравится в пользу но привезли сами же монтировали наладили и полностью запустили точно так же шел лёд набор направляющих между ступеней чтобы она более плавная и обтихала ну да это или титан там что-то такое вот эти турбины либо жаропрочный либо титан причем у некоторых не скажу каких именно еще есть вот мы сейчас спустимся каналы для охлаждения внутри обалдеть не это может даже керосин не 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 а не это как раз я и реверс получается не прямо в обратную сторону сюда вот сюда навстречу ну да тормозит лопат лопат откидываются лопаты закрывают это полость и он лидерсом уже вытормакивает трудно сказать что здесь что это снимаем внутри самого дверь ну что не металл это точно простой конечно это живут ребра жесткости до как лопатка каких размеров на воду так у турбины смотри сколько это модель или это в натуральные но это маленький какой-то турбинка а и они они были на диаметр большой просто там турбинки эти по внешнему диаметру можно посмотреть на такие вот мы там найдем каждое это промаркировано под номером так она легкая она смотрела нас это считал тут их же обрабатывать потом идет несколько стадий контроля качества то есть чтобы не было трещин и ультрафиолет там за она вставляется здесь какой-то да какой-то там наш не прикручивается в замке вставляется специально елочный типова елочка это насторонний двигателей не только стационарных как раз мы так же спутывая и гимикон двигатель типа есть такой у нас наша разработка в общем лаборатория ракетные и разработка и производства и испытания и доводки плюс пошел уже запуск потом то есть это в натуральную величину это рабочие до обалдеть тогда вас интересно это для класса по маленькая это что она как принцип работы его то есть за счет высокой температуры что плазму превращается или там же то есть там отдельно баллон отдельно попадается это наверно весел к вывесу высокой напряжении какая мощность она да и серьез так в руке вот ребята это то на чем летают наши спутники раньше приехали чуть позже приехали увидели так он стоит на стене это керамика здесь получается ли что-то такое сопло похоже какой-то так он запустили но точнее восстановили забытую старую фамилию устанавливать 6 киловатт тут капец я не понимаю тут нет еще сопло вот так он как есть вот так вот можете на картинке увидеть уху здесь 6 киловатт а он это тоже ионный да а высокое напряжение за счет солнечной батареи ли что там получается там в зависимости уже от конструкции то на чем работает какой генератор этот но обычно понимаете 6 киловатта да это надо получить на входе было всем возможно будет стать световый реактор либо же топливные элементы вот по типу вот этих вот сейчас водород кислородный топливный элемент даже новинки водород превращается в электричество электричество это еще здесь должен быть синон или что что плазму в этом баке да ну вот это сам двигатель вверху а это высокочастотная часть наверное система питания управления а вот это сам реактор этот водород на данный момент это самый мощный и это же разработки еще наверно там шестьдесятых семидесятых годов раз путь нет новый и делают где это харьков делает это делали совместно с как делала саму из короче детали и они реально сейчас вот на спутниках стоят летают стоит не этот еще не пошел в серию а мощность вот этого малыша для космоса это выше крыша невесомость класс да ну я знаю я знаю вот космонавт да вот он выходит в открытый космос если он там от себя молоток бросил все ложе с такой же назад летает ухты и ухты типа делаем пространство космического ага и глубина вакуума шестерка на десять минус шестой степени это четыре тревого молекулярных насоса два вверху стоят это итальянские и два нижние вот эти вот производительность скажу эти вращаются по моему 25 тысяч оборотов в минуту этих 13 но но здесь в вакууме испытывает и деятель и да вот это вы наблюдаете здесь или боит интерес почему сделали тот большой этот целый двигатель на 6 киловатт камера грелась капец как страшно и мы начали модернизировать большую максимально не вносить погрешность изменяется ну да видно да он светится снять проблематично от зеркали то есть я пытался не получает не тот эффект специальные весы хитрючие там на всяких как они там забыл говорили опорок максимально минимизировать ну сейчас сделали новый стенд вернее точно его модернизированный жаленье он не зайдет но в этих тут более меньшего калибра двигателя испытывает но тем не менее ветерут для спутников класса 300 здесь в этом можно испытать но это именно приятия не отцом лета потому что маленький потому что для рт у меня удельный импульс большой уровень тяг маленький но у нас порядка 50-60 грамм но это две тела уже достаточно для перелетных задач например там до умысла за счет того что постоянно думал траекторию поменять это доказывает уже можно для перелетных задач большим но вот этот 5 киловатт до которые маленькие те до убить или коррекции орбиты можно и туда спутники там поднять повыше подниже вообще пусть и так что вот я думал тут здесь только по самолет об этом не и казаться и у нас давно факультет с 80-го года ракетно-космической техники а лаборатория вот это вот которая занималась rd это тут очень давно то есть это в союзе организации было три-четыре в начале москва мои там как бы факел калинин рад хоть и ну и ударил хотя союзе космосом занимались сервис как как там не знал ну ну а то можно красный краснокутской у нас радиозавода он работал на космическую промышленность а был радио завод вроде для телевизоров какие-то платы делали а там кабеля таки это все же парили тресмены то что там не делали на шерпотреб это знали сияж на самом деле а шевченко же завод это что же был на вас монокос можешь рубля 67 карта да они тоже занимались они отрабатывали значит как претерина сидела в герасе артроне испытывали я точно знаю рули буран то есть ставили прогоняли на ресурс на работу было несколько испытаний что они перейдили да и снимали нарабатывали опять программе то есть он должен были отработать это у каравая александра проходила испытывали они должны были наработать там что-то порядка то ли десяти тысяч циклов на на ресурс и вот несколько раз их гоняли эти рули именно рулежка управления бураном то есть испытываясь на карту специально собран стенд и все это контролировал все это делалось поделывать испытывалось опять наделась пока не пошло не отработала все учились на уровне союза харьков это был наручный город довольно остается не остается точно так завод кому на выпускал телевизор и берез как же издачного берешь поделали вот тоже у нас завода электроника электроника механика агрегаты устанавливались на этом на пусковой и на кроватые ракеты не делали много техники это то что производились от вас выезжали люди устанавливают тестировали ракеты летали здесь студенты приходят в основном работать вот тут учиться в лабораторке там проводят очень много народ который приходит первый курс дипломник можно сказать они приходят начинают работают инженер они понятно сколько здесь сегодня это стуль